СМЕРТЕЛЬНО Для жильцов аварийной двухэтажки каждый поход в туалет может стать последним. Скажите, как вы ходите сюда в туалет? Молча, со страхом. Как защищаетесь? Кастрюлю надеваю на голову, чтобы не продавила темечка. Ты туда не ходи, жильцы двухэтажки на Фурманово 28 жалуются на несвоевременную очистку крыши от снега. Управляющая компания жалуется в ответ. За что вам люди платят деньги? Они платят не деньги, а копейки. Нежеланное соседство. Барнаульцы возмущены строительством спорткомплексов в непосредственной близости от их дома. Вид из окна уже не тот. А почему они прижимаются к дому на 12 метров, непонятно. Можно было отнести на 20 и на 25 метров. Губит медаль вода. Барнаульские лучники потеряли помещение и оборудование из-за потопа. Спортивный лук, который принимал участие в чемпионате России, в Кубке России, в международных соревнованиях, одним мановением легкой руки барнаульской генерации превращается в ничто. Это кадры с интернета. Вот так выглядят дома в зоне отчуждения в Чернобыле, где уже 30 лет не живут люди. А это двухэтажка с потока, где до сих пор летятся люди. Радиации, конечно же, здесь нет, но уровень опасности зашкаливает. Стена с той стороны, там вообще кирпичи уже вываливаются. Она вообще может рухнуть, та сторона. И неизвестно, что будет. Недавно обвалилась. Что они? Вон старые доски какие-то нашли и все бросили. Не дом, а катакомбы, в которых живут десятки человек. Самый почетный житель Владимир Землянский, ветеран Чернобылец, ликвидатор последствий аварии на атомной электростанции. На груди не одна медаль, но их, к сожалению, не выменять на благоустроенное, достойное жилье. Ютится в полуразрушенном доме на Тимуровской 50 уже 20 лет. Вот они, трещина, пожалуйста, вот она идет. Тоже ненормально, вот она трещина пошла. Вон они, вверху трещины уже пошли. Вы не боитесь, что рухнет? Боимся, а куда деваться? Не на улице же жить. Приходится устать. В 2013 году двухэтажку признали аварийной и непригодной для проживания. В 2015 подошла очередь, и жильцов должны были расселить. Но не сложилось, половина экстренно съехала сама. Другая осталась, сижать было некуда. Уже многие годы жильцы латают трещины сами в надежде реанимировать дом. Уже жвачку прилепили, чтобы, ну, совсем уже. А с туалетом на втором этаже особая история. Уж лучше лишний раз потерпеть, чем справлять нужду. Потолок над унитазом, на волоске от падения, но людям деваться некуда. Скажите, как вы уходите сюда? Молочь, со страхом. Ну, боитесь, что уходят? Как защищаетесь? Кастрюлю надеваю на голову, чтобы не продавила темечка. С кастрюли на голове стоит ходить и по подъезду. Дом пришел в негодность полностью. А лестница, по которой люди поднимаются в свои квартиры, представляет собой аттракцион. Люди умоляют о помощи городскую мэрию и ждут достойного жилья. Тем более, что одному из жильцов, как раз ветерану-чернобыльцу, благоустроенная квартира полагается по суду. Мэрия сейчас пытается отменить решение суда и предлагает ликвидатору аварию Владимиру Землянскому жилье из маневренного фонда. Насчет маневрового администрация, как я вот начал с ними по судам ходить с весны, они мне хотели в этот маневровый, чтобы опять же не давать квартиры. А этот маневровый, там вот я разговаривал с соседями, с жильцами. Они говорят, мы живем по 8-10 лет здесь и платим такие бешеные суммы за квартиры. Так какой смысл мне туда идти в этом маневровом? Она еще хуже нашего общежития. Его тоже надо капиталить, тоже надо делать. Мэрия обещала прокомментировать ситуацию с жильцами опасного дома. Но пока затягивает с ответом. А в это время жильцы продолжают рисковать жизнью и верят, что чудеса случаются. Я сейчас иду по городу в строительной каске. Мне относительно спокойно, но, к сожалению, жильцам многоквартирных домов управляющая компания касок не выдает и снег при этом тоже не чистит. Это все свисает. Обращаюсь в управляющую компанию. Ну, эмоции. Вам страшно здесь ходить другим жильцам? Ну, я предупреждаю. У меня вот сестра двоюродная. Я сказала, поменьше ходи здесь. Машина вот у них здесь стоит. Снежный ком украшают крышу дома. На Фурманово, 28, уже два месяца. Кажется, всего один порыв ветра, и на голову прилетит огромный сугроб. С 20-х чисел декабря начала обращаться. И вот через день, и каждый день почти звоню. Вот во вторник звонила, вчера звонила. Вот, ему вчера звонила, там, генеральный директор, или как он считается, с управляющей компанией. Он сказал на днях. Я говорю, когда скинете снег с крыши? Он сказал, на днях. Вот сейчас потеплеет. Вчера был день теплый. Результат. В доме проживают десятки семей, но на борьбу с сугробом встала лишь пенсионерка Надежда Шкуренко. Снежная шапка выросла как раз над ее квартирой. Женщина боится лишиться крова. Я лечу, боюсь, что это самое у меня крышу проломит. Он снег-то сыпет и сыпет все больше и больше. Я из-за этого боюсь брать. Он говорит, не переживай. Он говорит, когда оттепель пойдет, он будет потяжелее снег. А сейчас, потому что он легкий. А крышу проломит, я вот так же буду биться с ними, чтобы закрыть крышу. Своевременно чистить крышу – обязанность управляющей компании. В данном случае указ «Старый Барнаул». За общие домовые нужды, в частности, и за безопасный выход из дома, жильцы платят 600 рублей ежемесячно. Но в обслуживающей организации считают эту сумму слишком маленькой. Вчера было тепло, я звонила. Не забывала, вы мне каждый раз обещаете. У нас домов 250. Я знаю у вас домов. Приходите вместе, это самое скинем. Вы видели, как здесь сугроб свисает? Да, видел. Почему не убираете, за что вам люди платят деньги? То есть, они платят не деньги, а копейки. Сколько это копейки? 20 рублей квадратный метр. Снег когда уберете? Называйте дату. Так, давайте, давайте, давайте. 23-го завтра. А завтра действительно приехали, как обещали, счистили края. А вот скидывать с крыши снег не стали, возмущаются жильцы. А между тем, управляющей компанией за несвоевременную и недобросовестную работу грозит штраф. От 500 рублей до 50 тысяч. Несоблюдение требований управляющей компании по расчистке кровли является лицензионным нарушением и очень серьезным. И, собственно говоря, может повлечь последствия вплоть до отзыва лицензии и прекращения деятельности управляющей компании. Управляющая компания должна счищать снег с крыши по мере накопления. Если указ затягивает с этим, то эксперты советуют обращаться в жилуинспекцию края или в районную прокуратуру. Жильцы этого многоквартирного дома возмущены строительством спортивного комплекса прямо под окнами их дома. Сейчас окна выходят на развалины. Нет, ни живописные, нет, ни античные. Но жильцов они вполне устраивают. Почему? Разбирался мой коллега Андрей Дреер. Оно много раз горело, стало прибежищем бездомных и было опасным для детей. Но сносу заброшенного здания жители соседней многоэтажки не рады. Скоро здесь появится спорткомплекс, который заказал алтайский филиал Финн-Университета при правительстве России. Глядя на проект, жители недоумевают. Здание будет стоять настолько близко к их дому, что закроет вид для всех квартир по этой стороне вплоть до пятого этажа. Самое основное, что наш дом построен таким образом, что он не имеет длинных сторон и торцевых. Соответственно, расстояние между домами должно быть не менее 20 метров. Ну, а то и более. Еще в нашем доме каждая сторона – это отдельная квартира. То есть по проекту будущее строение, оно будет 17 метров в высоту. Соответственно, это где-то пять этажей займет. По документам, которыми располагают жители, расстояние между домом и будущим спорткомплексом университета будет составлять всего лишь 12,5 метров. У меня много вопросов о посадке здания, вообще посадка. Все, вся площадь строительства – 5000 метров квадратных. Пятно застройки – 2000 метров квадратных. У них 3000 метров квадратных свободной площади. А почему они прижимаются к дому на 12 метров, непонятно. Можно было отнести на 20 и на 25 метров. Представители генподрядчика рассказали нам, что планируют построить полноценный спортивный объект для студентов. Обилие спортзалов, бассейн, буфет. Но проблем с домом не видят, как и сам заказчик финн-университет. Все здесь нормы соблюдены, строительные. Этот объект прошел государственную экспертизу. И я так понимаю, что жильцы, мне кажется, жильцам лучше здесь видеть именно культурный спортивный центр. С озеленением, чем вот это, то, что здесь находилось дальше. В этом с подрядчиком и заказчиком солидарны в городском комитете по строительству, архитектуре и развитию города. Правда, в ответе жителям про расстояние между зданиями не сказано ни слова. Претензий к проекту тоже нет. Вопрос размещения строительства объекта с учетом его размещения был решен на стадии проектирования. О чем свидетельствует наличие положительного заключения государственной экспертизы. Если ни одна инстанция не встанет на их сторону, жители обещают пойти в суд. Тем более опыт борьбы против соседей-застройщиков у них уже есть. Постоянными жильцами этого спортивного клуба были луки и стрелы. Но после коммунальной аварии и потопа спастись удалось немногим. В списках погибших инвентарь, с которыми спортсмены ездили на соревнования. Теперь будущие победы под большим вопросом. Спортивный лук, который принимал участие в чемпионате России, в Кубке России, в международных соревнованиях, одним мановением легкой руки барнаульской генерации превращается в ничто. За кадром председатель правления Краевой Федерации стрельбы из лука. Новогодний подарок ему и другим спортсменам принес водопровод. Как вы видите, уровень воды стоял на вот этой отметке. Здесь в результате порыва затопило горячей водой. Температура была очень высокая. И пострадало имущество Алтайской Кривой Федерации стрельбы из лука. Дорогостоящее стрелковое оборудование, вспомогательное оборудование, много оргтехники пострадало. Спортклуб Федерации стрельбы из лука – это мишени, компьютеры, обилие оборудования для ведения трансляции, приближения тренировок к соревновательным условиям. А главное, конечно, луки. Луки деревянные, идет расслоение. Деревянные плечи, они композитные, то есть есть деревянные вставки. Это все идет на расслоение. Спортсмены Федерации готовились к чемпионату и Кубку России по стрельбе из лука. Участие отменено, подготовка сорвана. Спортсмены не верят, что инвентарь можно восстановить. Валентин Киселев – один из первых стрелков Федерации в чемпионате. На него и его лук делали ставку. Стоимость лука – это спортивный инструмент. Если взять то, что лежит на столе, это порядка 200 тысяч рублей. В момент затопления, черта, по которой, по изменению, он был в кипятке. То есть, в связи с тем, что часть лука попала в кипяток, я на сегодняшний день боюсь даже стрелять с него, что произойдет, что будет с этим луком. В прошлом году Федерация выиграла президентский грант на развитие и популяризацию стрельбы из лука. Купленное оборудование тоже оказалось на плаву. В конце недели министр спорта Края встретился с представителями Федерации, чтобы выяснить масштабы потерь и пути решения проблемы. Не по-чиновничею, а по-человечески. Поэтому, даже если нет резервов, мы вместе сядем, подумаем и придумаем. Бывало. Бывало и хуже. Поэтому, самое главное, все живы-здоровы уже, а что-то купить, докупить, отремонтировать, я думаю, разберемся с этим. Разобраться предстоит из Федерации Тхаквандо. Их спортзал находится по соседству с клубом лучников. Только летом отремонтированные стены за несколько дней покрылись плесенью. Представители обеих спортивных федераций говорят, что коммунальные службы сработали ужасно. Воду не откачивали несколько дней, хотя она продолжала пребывать. Не отключали электричество. В администрации города нам пояснили, помещение не затопило бы. Будь гидрозатворы исправны. За них отвечала управляющая компания ДЭС-2, которая обслуживает дом и была обязана проверить наличие и исправность гидрозамков во время подготовки к отопительному сезону. Нас в ДЭС-2 заверили, что неправильно сработала именно ресурсоснабжающая организация. Причины аварий будут выяснять. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк» или пишите нам в социальных сетях. Это была программа «Коммунальный патруль». До встречи в новом выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова